Вмещаем приятное с полезным. Я формально в машине уже. Что за звуки? 5 пятаков за пятерочку. Мы находимся где? ГИБДД. 75 и АК Люберецкая от подарка. Давай за запуск. Есть! Сейчас я не могу, но возьму. У тебя прям несколько эвакуаторов надо? Нам 17 эвакуаторов организовать. Ух ты! Ёбррррррррррррррр. Че там? Март? Ага, окей, поехали. Секретное оружие в деле. Привет, братва! Сегодня, как вы поняли, мы будем снимать челлендж с Гришей Завозиным. Привет! Кто больше купит тачик за 24 часа? Я знаю, что вам очень нравится эта рубрика. У нас там с летаным залетел ролик на 12 миллионов. С Пашей Пылом на 7 миллионов там. Со мной, дай бог, двушка будет. Да не-не-не, эта рубрика реально заходит. И давно просили снять с кем-нибудь, вот кто шарит прям хорошо. Ну, если ты считаешь, что мы шарим хорошо, то... Мне кажется, шансов выиграть, ну, нету. Главное, не слишком сильно... У кого шансов выиграть нету? У тебя? У нас, да, нету. Я так объясню просто на секундочку. Мы стоим, никого не трогаем. А Дима говорит, на мотоцикле приедет. И я такой, опа. Сегодня просто 17 марта. Между прочим, я первый, кто открывает сезон. И погода плюс 3, сухая. Я решил, попробую покататься на нем. Если не получится, тогда в тачку срыгнем все. В общем, условия. Сумма 200 тысяч рублей. Город Москва. Короче, Москва, область Москва. Самое главное, чтобы тачка заводилась. Ключа. Подожди, а если там с проводочкой... Ну, можно, можно, да, окей. Проводочки, ключи. Далее, чтобы она была похожа на машину. Чтобы это не был просто мотор. Типа, там, любого машина. Она может быть без колес. Но все равно это должна быть машина. Каждую машину ты должен покупать сам. То есть, ты должен приезжать на точку и покупать. Я могу увидеть машину, дать денег, прикоснуться к ней. Сказать, что все, я ее покупаю. Да, да, да. И поехать дальше. И кто-то, вот я же тоже один приехал. Да, да, да. Так, на самом деле, если обернуться, типа, знаешь, так... Могу оставить ребят, чтобы там... Ну, да, да, документы, да, это все можно, да. Эвакуаторы, ну, за наш счет, за счет заведения, так сказать. Тебе нужен эвакуатор? Да. Ну, за счет заведения всегда нужен. Окей. И нельзя подключать подписчиков. То есть, только используем площадки... Доски объявления. Доски объявления, да. Времени до 9, но если справимся раньше, до 8. В принципе, до 8 нормально, да. Хорошо, у меня вопрос, знаешь, какой? По финалу машина, когда уже здесь, как оценивается машина? Она должна запустить... Просто запускается, все, один есть. Хорошо, по поводу аккумуляторов. Потому что я уверен, что какая-то часть машин будет без аккумуляторов. Аккумуляторы в счет бюджета. 200 тысяч рублей. Да, да, да. Ну, там, может, по косарю находить, там, как хочешь. У меня может быть один аккумулятор? Не, не может. На несколько машин? Не, не может быть. То есть, каждая машина... Каждая машина автономно заводится. Бустер, провода можно? Не, нельзя. Как это? Нет, 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 дерьмо! То есть, она должна просто включаться? Даже сама сводится включаться. Опа, опа. Ну, блин, закупаешь, там, не знаю, 5 аккумуляторов. На полтинчик аккумуляторов купим. Можно новые купить. А, тут подсказка сейчас долетела. Можно бушную. Кажется, деньги есть? Да. Гриша сразу согласился по-настоящему играть. Сразу говорит, все, тебе давай. Ну, так, визуально покажи. Показал. У меня тут чуть больше, но я чиплюсь тут надо. У меня тоже чуть больше. У тебя тоже 500, да? Да. Сегодня вечером на этой парковке мы встречаемся. У нас будет куча машин. Победитель забирает все. В общем, друзья, желаю вам приятного просмотра. Готовьте чайку. И погнали. Мы уже прям погнали? Все, да. В принципе, сейчас сколько времени? О, идеально. Мы до 12 начинаем. 8 часов. Скажи честно, готовился? Не, не, вообще честно. А они? Вот Саня не знаю. Кто за вопрос? Ну, как вы понимали, мы все равно небольшой командой снимаем. У меня есть Саня. Мишаня. Ну, Мишаня, он будет здесь. Мишаня на территорию. Он охраняет всю машину, которая будет привозить. Ну, Илюха за компанию. Сторисмейкер, сторисмейкер. Гриша тоже не один. Смотрите. Поскольку у Димы есть команда, и я подозревал, что она будет, у меня тоже есть команда, я взял тяжелую артиллерию с собой. Серьезный Стас, который со своим серьезным лицом будет торговаться так. Дима не знает, у меня еще тут два человечка в машинах спрятаны, они тоже сейчас подскочат, и там мы всех разнесем. А что за типчик, кстати? Я его не разнесу. Не знаю, я тоже не знаю. Серьезный человек? Он с тачками занимается. А ты кайфтой тоже? Да, да. Так, ну что? Да все, приступил из голов. Девять примерно здесь. Да. Все. Все, давай, удачи. А, Гриша двигается без номеров на Вольво. Это потому что так должно быть, новая машина. Он для этого челленджа купил новую тачку, поэтому без номеров. Это на самом деле чит-код, это как мотоцикл получается. Нужна тактика. У нас есть супершустрая РС-6, Супра, которая тоже новая, без номеров. Я специально для этого челленджа еще Вольва сделал ЕПТСную машину, тоже без номеров купил новую машину, для того, чтобы точно успеть. Но Дима на мотоцикле меня смущает. Ведра нынче в ходу, да? Тут до хрена объявление на самом деле. Сна 30-ка. Да, вот она же. 15-ка? Да. Давай я ему наберу. Давай. Ты не набирал, да? Нет. На всякий случай, всем еще раз расскажу, что наша темная лошадка Стас, но у нас в Вольво еще два наших парня сидят, Макс и Антоха, которые нам тоже помогут в этом состязании, потому что в одну руку, найти в 24 часа столько машин практически невозможно. А у вас 21.15 еще продается? Да, стоит. Завелась, а мама на эвакуатор заехала. Когда подъехать хотите? Да вот минут через 50-е где-то. Я понял, ну сейчас кинем я, греть. А вот машина какая-то стрелная прям. Аккорд. О, прикинь, у меня этот чувак в друзьях есть ВКонтакте. Может, с ним переписывался? Да по-любому переписывался. А у тебя переписки с ним есть? Малоизвестный факт, мы вот на съемке первого челленджа приехали покупать пятерку Жигу и встретили Мишаню. И после этого он начал с нами работать. Уже прошло три года. Тяжело артиллерии. Смотрите, они тоже никуда не уехали. Алло. Привет. Здорово. Это Гриша. Помнишь такого? Помню. Ты аккорд продаешь за полтинник? У***. Если бы у Ангелина была бы Жига. Я листал сейчас барахолку на боевой классике и нашел аккорд. Там написано торга нет вообще никакого никогда. А мне почем монтаж? Ты там с проводами что-то? Ладно, тогда подумай над ценой. Я тебе тогда перезвоню чуть попозже. Сейчас еще машину поищу. Окей, давай. Давай. Ненавистью, Леня. ВАЗ-2109 вроде как на ходу. Но бензин с собой лучше взять. Я нашел за 25 в Балахе. Если я беру машину на Бортиславской, Балашиха, сейчас еще Стас договорится с кем. Это уже три, это уже хорошо. Алло, здравствуйте. А 99 продается еще? Да, продается. Она заводится? Да. Через час нормально, да? Да, нормально. Все, спасибо. Ну все, летс гоу. Варшавское шоссе 131, корпус 1. Ну что, все? Ты что там, пускаешь что-то там? Надо было раньше об этом думать. Ну все, мы поехали брать уже. А мы тоже уже нашли четыре машины. Все, а мы... А что, поехал покупать? А как ты так быстро нашел эти машины? А где искал? Искал на Авито. Кстати, братва, вы же все знаете, что я довольно часто покупаю разные тачки для себя и своих проектов. И естественно, чем больше машин ты покупаешь, тем больше риск нарваться на недобросовестного продавца, который скрывает негативные особенности своего авто. Именно поэтому при каждой покупке я сначала проверяю машину с помощью Авито Автотеки. Сейчас там произошел очень крупный апдейт, после которого в отчеты добавилось еще больше деталей о ДТП, в котором участвовало авто. И даже добавили случаи, оформленные по Европротоколу, которых даже нет в базах ГИБДД. Давайте, чтобы не быть голословным, я покажу вам отчет, который заставил меня отказаться от покупки одной из тачек. Заходим на Авито, выбираем авто, марка-модель, BMW, пятерочка, пятой серии, 19-го года. Пробег 110 тысяч километров, все хорошо, но когда смотришь отчет, видишь вот это. Недостатки. Был в ДТП. Нажимаем и видим четкое время, дату, год ДТП, количество участников в ДТП. Далее можно посмотреть повреждения. Можем узнать расчет стоимости работ. Также, помимо этого, можно узнать всю историю обслуживания тачки. В общем, много полезной информации. Причем, конкретно эту тачку я нашел на Авито. Но у автотеки есть возможность проверять тачки не только с Авито, но и с других площадок объявлений. Так что, братва, если надумали покупать себе тачку, то обязательно сперва проверьте ее через автотеку. Это действительно поможет вам не нарваться на лишние проблемы, траты и сэкономит время. Ну и еще у меня есть для вас подгон в виде скидки в 20% на покупку отчета о автотеке. Промокод действует до 30 апреля, обязательно используйте. Желаю всем удачных и безопасных покупок. Все ссылочки вы найдете в описании. Погнали. Молодой человек! А вы куда-то опаздываете? Утус, катутус, отставантус! Сейчас вот будем от светофора до светофора так качаться. Просто суть в том, что мы ищем все в одном месте. Охотный ряд, да, говоришь? Да, да. Только на охотном ряду все тачки в Москве. Можно выхлопать тише, пожалуйста. Убавил. Разговор можно с другими. Почему-то очень сильно рынок поднялся с тех времен, когда я занимался этими машинами. Почему за Жигули стали просить 70 тысяч рублей? У нас бюджет всего 200. Вот почему вот это стоит 42 тысячи? Это же просто хлам. В продаже копейка, заводится, едет. За нее известно одному богу. Кто сегодня не наберет за 25к, я ее взорву. Мне кажется, это наш вариант. Да, звонили с другого номера по 99-й. Мы подъехали, в машину стоим. Заправляются? Быстрее, мотика, приехали. Читы не работают. Здравствуй, Дима. Первую заправочку оформил на мотике в этом году. Слушай, она вообще бодренькая. Мечта просто, я бы сказал. Это уровень моей четырки. Если уровень твоей четырки, то она что подходит? А, ну как раз. Как у нас, помните? Это воздух, может быть, что угодно здесь перебрать, проблема воздух. Жигули вам лох. Ты ее в разбор хотел пустить, да, типа? Ну да, взяли чисто из-за мотора. Сейчас подойду. Понял, тут надо пожарить, да? Из-за мотора, да, из-за коробки в основном взяли. Ну, так-то, если посмотреть, что мы как бы имеем. У нас просто вот машина, здесь только, а здесь тоже. Здесь просто вот тоже. Дело в том, что стартер плохо работает. То есть стартер не влияет, холодный или горячий. Мотор нормально заводится. А, да? Проблемы в стартере, да. И что делать? Прошу менять стартер. Но если что, мы можем оставить это на конец и его менять 20 минут. О, Саня! Саня! Мотик, мотик, аккуратно. У меня уже сразу сосадится, типа, эвакуатор, Саня, мотик и вот этот момент. Та-та! Что мы делаем с этим ведром? За 3-4 надо брать. Сейчас просто эвакуаторочку, еще пятнашку отдать надо. Дороже машины. Ну, бокс не, давай 35. Че, кассарь на дороге не валяется. Так, 35, да? Ну, да. Саня, ну, завод, пока вы ответственность. Поездить на тачке, она нормальная. Игорь, я подсними ручку сзади. Сейчас я дверь открою. Это как? Что-то получилось, что я ручку сломал. Все, все, работаем. Вот, по машинам. Далеча, нормально? А по-тайски нету, да? Нет, по-тайски я не взял, он его сказал, что будет что-то поутили сдавать, что-то будет делать, короче. Ну, понятно. В конце 59, ну, шесть. Так, все, это от нее. У нас хорошая новость. Несмотря на то, что мы купили эту тачку очень дорого, 35 тысяч рублей, он нам дал контакт чувака, который продает восьмерку за 25. Поэтому две машины нам встанут в 60. Сейчас еще найдут. А не слишком ли много здесь ключей? Здорово, а может, у вас еще тачки есть? На продаже нет. Инжекторный кайф. На самом деле, вот это прям идеальный вариант. Ой, да она, походу, дорез. Она короткокрылая, ты не видел? Да. Вот это вот короткое крыло. У нас как блогеры, обучение, дорогое. Каков шанс? 50 на 50. Ну, 70, что низ ведется. А ключ точно от этого? Что, не подходит? Леха говорит, что отдать за 23 пацанам, пусть они движуху наводят. Спасибо. 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 Герой. Да, это братан, да, тоже пацан с улой, короче. Верит, тебя даже снимает. 23 тысячи рублей. Все, загадите. Ласточка за нами. Все, двигаемся дальше. Оживление Мертыца. А могли бы очистить город еще от одного хлам. Совмещаем приятное с полезным. Походу, здесь тоже стартер сломан. Можно мешание сказать, чтобы сразу два погуба. Эти тачки, они слишком усатаны. Мы их просто не заведем, я уже жуткий. Мы решили перейти к такой тактике. В общем, ребят, давайте мы с вами на связи. Тачка заведется, мы прием купим. А пока мы поем дальше. Ситуация такая. Эту машину мы купили 23 тысячи рублей. У нас еще есть много вариантов. Теперь нам нужно спланировать просто время, как сделать так, для того, чтобы все эти машины собрать. Типичный подается Килля. Да-да, похож. Тачка на прокачку. Что, поведешь меня? Да. О, нифига, она в чехлы появится, смотри. Вот черная панель, вот в черной панели, вот наносит стоп по-любому. Нет, там высокая панель. Нет, ну вот черная. Потому что он хочет показать, что он еще едет. Мало того, что заводится с первого раза, еще едет. Да. Да, привет. Как у тебя дела? Ну, отлично, все хорошо. Много там машин купил или мало? Ну, уже несколько. Ну, у нас тоже работа идет. Но у меня такой вопрос. А вот контора, которую ты дал, вот эвакуатор, который нам помогает, скажи, пожалуйста, а сколько у них эвакуаторов? А тебе сколько надо там? Ну, 17 штук, братан. 17 эвакуаторов? Окей. Мне 20, но мне по очереди мы забираем. А ты Мишанин номер знаешь? Не знаю, ну, да, вроде знаю, не знаю, сейчас могу посмотреть. Ну, давайте в Терегу скину просто. Ой, блядь. Покажешь, давай тебе номер Мишанин скину, просто эвакуатор отвечает, он все скажет. Хорошо, я понял. Хорошо, давай. Ну, давай, все. Что, говорить 17 штук надо? Мне кажется, они либо нашли, где, знаешь, это, в контейнерах привозят, только морды с двигателями. Либо, я не знаю, куда можно... Пацаны только что просто взяли, снесли одну, эту, круглюшок. Что, вы даже не посмотрели, что, с бампером? Я посмотрел, все нормально. Там завтра у меня есть. Блядь, а как ты вообще, что ли, не закоцывал? Да он снизу по чему-то зашел. А, нормально, вот, видишь? А у тебя права есть вообще? Да. Как? Вчера получил. Не, реально? Да. Подъехала первая машина от Димана, так что Диман уже выбился в лидер, и уже одна покупка есть. Что, Сань, искать? Туда, наверное, еще. Возможно, 17 машин купить за 200 тысяч рублей? Да нет, конечно. А, 20 по 200, по 10? Нет, так нереально. Да, Гриш, ты. Да, Мишанин, привет. Скажи, пожалуйста, вот эта контора с эвакуаторами может нам 17 эвакуаторов организовать? Нет. Ну, не в один раз, но может. Ну, честно, это прям... 5-6 машин мы всегда покупали, Гриш. Ну, 7. А Литвин один раз, там, 10 купил, кое-как. Там даже за 5 тысяч ему кто-то отдал. За 200 тысяч тоже бюджет был вообще, да? Да, да. Ну, ладно, хорошо. Если это так, это просто будет самый масштабный, самый съебный ролик просто с покупками машин. Так что, кого? Кто кого обманывает, я понять не могу. Мы обманываем. Это разведка была, а не обман. Димон, сколько цилиндров? Два? Да. У капота настолько много места, что помещается запаска. Что, пацаны, надо за 30? Если мы знали, что будут съемки, мы помыли. 35. А это 33. Да нет, 40 рублей, край. Ты понял, да, что эти машины государство дарило тем, кто после войны. И если у тебя инвалидность, то у тебя сцепление и газ все на руле было. Ты такая инвалидка. Да нет, 40 нормальная цена. Да нет, 40 на него лазит. Ну, 35 нормальная, чего. Это Акад для доставки. И для души. Смотрите, 35 рублей даем, либо мы уезжаем. Погнали. Можно писать, сейчас дам пекать. Да, пробей, пробей. Демы, штрафы. Что, Насалья, нормально все? Да. Могла же такая гениальная идея прийти в голову этому золотому человечку. Потому что мы находимся где? В ГИБДД, правильно. Давай мы не будем сейчас пока преждевременно смущать камерами ребят. Я похожу по палаткам, поспрашиваю, кто номера продает, есть ли у них какие-то говны. Дай мне 2 минуты, я сейчас вернусь. Ну, дальше, конечно, бобру съели. Все, да? Подвеску можно оттуда посмотреть, святый. Ну да, сразу диагностика. Сейчас Диман будет заезжать в семью, как он сейчас тут по колее поснеженной поедет. Так это выглядит жестко. Оставляй там. Реально. Она за 80 стучит. Сколько? 32 тысячи. Сейчас останется 98. 98, да. За 30 договорились с вами? Ладно. Подъезжает вторая машина, второй эвакуатор. И это тоже машина Димы. Гриша, какой у тебя план? Где твои машины? Короче, нашли в палатке человечка. Он сказал, что есть много машин. Половины, которые не нужны, сейчас будем обсуждать. Это первый вариант? Да. Пятерочка у нас есть. Нормально, кстати, даже аккумулятор есть. Даже аккумулятор есть. Наверное, как будто бы это даже и неплохо. Так, кусочек. Санечка, не помогай. Димон туда же. Прошла какая-то инсайдерская информация, что вроде как у Гриши пока чуть больше машины. Посмотрим, что у нас в Саоне. В машине живет домовой. Ну что, счет у нас пока 17-2. Ну вообще 0-2, но Гриша заверил, что он купит и приведет 17 машин. Ну пока мы 2-0 выигрываем. Ты что-то ее рассматриваешь, ты ее запусти и все. Да, она запускается? Да. Вот это тоже? Пойдем ланцер смотреть. Ну зато иномарка. Ладовский ключ от ланцера. Я думал, мне от Жигули принесли. Тут замок в замок вставлен. Аккумулятор севший, но вроде говорят, что запускает. Короче, ладно, это пусть здесь стоит. Я думаю, что это дорого. Цену сейчас обсудим на все. Заводи! А сейчас... Я, пацан, к успеху шел. Не получилось, не фортануло. Главное, главное пацанья договориться. На самом деле, я только что понял, что мы купили 3 тачки за 100к. Это очень дорого. Из хороших новостей, что парни, помните, которые заводили синюю восьмерку, они все-таки ее завели. Поэтому можно ее тоже взять. Тогда получится у нас 4 тачки за 125к. Красная спортивная марат. Слушайте, я назову эту рубрику не 24 часа челлендж, а программу-утилизатор. Знаете? А это будет машина? Три секунды поработаешь? Да, конечно. Ну вот это тоже такие крепкие дровишки. Правильно понимаю, что у всех этих машин собственников 50, наверное. Ну это минимум. Это все для перевеса. Ну вот кто-кто, но я тебя не ожидал. Здорово. А мы Мишане тачку смотрим. Да, Мишане, да, в подарок. Что, давай запуск? На автомате. Миротан ездит на ходу. Первая передача. И вторая возбуждена. Система ниппель. Вот такая. Вот эта слишком хорошая, я боюсь, для нас будет. Ты садись, заводи сразу. Да она дорогая, отдаешься по-любому. Мне кажется, середина дороже, чем сама копейка стоит. Маткен, блядь. Доллар. Ты полная. Вот из этих машин, ЗАЗ, вот этот. Это акцент. Ой, акцент, извиняюсь. Ладно, смотри, пятерка. Я просто уже скидываю. Как там назвать? Короче, перевертыш, гнилыш и просто мразь. Скажем так. Мы не остановились на этих трех машинах. Он сказал, что там есть еще. Пойдем смотреть еще. Ты едешь быстро, а я везде. Только на одномочке клеить. Ну ты на крышу посмотри, вон. Ну все, дать не будем терять времени. Что, на карту норм или кэш? Кэш лучше. Кэш, да? Доки в бардачке, ключ у тебя. Смотри. Такое, как это, как на велике. Бля, прикольно. Смотри, у тебя сам руль двигается, а не колонка рулевая. Кэш, у нас успехи неплохие. И очень интересно, как там дела у Гриш. Эти машины готовы отдать дешево. Потому что для них это отработанный материал. Ну типа, они больше не пригодны для того, чтобы на них перевешивать номера. И они им вообще не нужны. Вообще, поэтому есть варик дешевых отсюда выцепить. Три машины, три претендента уже есть. Но этого мало. Пойдемте, брат, посмотри. Сколько окончательная цена? Двадцать. Вижу. Парень добрый. Тридцатка. Зашеванно. Что, может фоточку там? Минус пять так. Минус пять так. Это лишь деньги. Пустышка. Хорошо. Ну, счет у нас идет двадцать семь. Три это уже сверху. А, кстати, три тысячи, которые ему накинул, у нас как раз ушли на аккумулятор. Я считаю, что в Мишане это будет вообще идеальный подгон. Мы сегодня нашли несколько машин для Мишани уже. За моей спиной сейчас появится еще один эвакуатор. И это уже третий. И опять машина Димана. Гриша, ау! Честно, тут не вся машина можно снимать. Вот, потому что они какие-то там на блатных номерах, какие-то еще что-то. Несколько экземпляров нам приглянулось. Типа вот таких вот акушек. Там еще две акушки стоит. Но, короче, обо всем нужно договариваться. Поэтому, ну, вот эта малыха, если что, поедет с нами. Поэтому пойдем в офис и попытаемся как-то с ними договориться, чтобы купить оптом. Оптом. Наша сила сейчас, то, что Гордей сказал, что мы профессионалы. Мы действительно профессионалы. Потому что мы покупаем оптом. Может, восьмерка лучше? Тут всего 35 километров. Не, восьмерка она уедет, я думаю, сама. Восьмерку мы можем... Просу, эвакуатор. Звоните, все, да, мы же были у машины. Накапу скинуть. Да, да, да. Получается, третья машина. Сейчас потихонечку начнем расставлять. Слева направо отделять Димины. А Гришиных нет. Ой. Оно само, это не я. Смотри, это японская машина. В смысле такое, что закрыть? Нет, нет, просто скажи, что нужно сделать? Закрыть дверь. То есть опустить эту пипку так, чтобы... Ну, как хочешь, просто закрой дверь. Ну, так просто не может быть, да? Ну, тогда с той стороны еще. Нет. Нет? А, я знаю. А тут нет, ну ничего, да. Это Лансер, включая меня от Жигуля. 21.05. Пойди завидите. А там можно прям... Первый раз в жизни так делаю. Я сначала проделил машину по эвакуаторам. Сейчас они уже встанут, а потом будут давить по цене. Душнить просто. Найс. А, нет, я не смог удушнить. Знаешь, почему? Документы-то у него все еще. Полтычка. Ну, давай так тыщи тогда, что, он запускается, все. Давай так, за три машины... Сколько ты хочешь? 85. 65. Ну, это не серьезно, 65. 65. Три машины, на ходу. 65 тысяч рублей. Документы. Не на ходу. Вот это перевертыш, не на ходу. У всех машин 50 собственников, они нифига, короче, не... Ну, больше, чем 50. Ты сам себя топишь. Короче, 65 тысяч рублей, мне кажется, это объективно. Извини, что жестко, просто мы опаздываем и прям вот очень-очень надо. Саня, эвакуаторщик. Саня, эвакуаторщик с вопросом про восьмерку, да, значит, решить. Да, Саня. Да, Саня, я звонил ты с ним. Он говорит, да, она завелась, акуму с ней не отдаст, она будет без акума. И второй момент, он говорит, что по цене, я говорю, что я с постановкой. Сейчас, дай мы подумаем, через минуту перезвоним. У нас каждый раз одна и та же тактика, и каждый раз она прыгает. Так, смотри, 65, деньги, конечно, хорошие. У меня есть. Но еще одна машина в Люберцке. 75 и АК Люберецкая в подарок. Но я же должен ее купить, правильно? Я могу ее купить, вот же владелец, и отправить просто эвакуатор туда. Я же здесь покупаю. Мне кажется, да. Пожалуйста. Помнишь, как в матрице был мужик, у которого ключи все были? За 10 тысяч ты покупаешь еще одну машину. За 10 тысяч рублей еще одна машина. За 10 тысяч рублей ничего не купишь. Базара нет? 4 машины. 4 машины. Аку тоже забирают. И подарок тоже забирают. Короче, поехали дальше. Но пока мы не решили, что лучше купить за 50 тысяч рублей. Две тачки по 25 кое-как найти, либо одну за 35 идеальную и спокойно все сделать. Война, война, обед, расписание. Солнце у нас в зените. Пол дня уже прошло. И только первая машина от Гриши приехала на нашу площадку. Гриша, отстаешь. У Димы уже три. А от Гриши только одна. Ну, Гриша, Гриша удивляет, удивляет. Уже вторая машина. Причем подряд. Ох, что-то я наелся. Что, может, узнаем, как у Гриши дела? Что, как у тебя там дела? Ты не потратил уже все деньги? Нормально в голове я потратил все деньги. Но физически еще не забрал. На сколько тебе времени надо? Ну, а ты хочешь продлить или что? Нужно время, короче. Ну, так. Я слышу, сидите, кушайте, значит. Кушаем, да. То, как работает, так и ест. Ну, что, ты знаешь, я так нормально поработал. Что-то как-то не поел еще. Ну, давай, ну, ориентируешься на полдевятого, да, наверное, примерно? Примерно, да. Ну, давай, Варь. Как получится. Ну, что-то юридит прям. Да нет, ну, он профессионал еще. Если мы проиграем в одну машину, это неплохой результат будет, я считаю. Короче, мы приехали в еще одну ГИБДД, немножко побегали и нашли человечку. Точнее, он нас сам нашел, он нас узнал просто. Саш, иди сюда. У нас есть вот Сашка, который сказал, что, парни, есть то, что вам нужно. Он говорит, это предел ваших мечтаний. Лучшее из худших вообще, что у нас просто есть возле ГИБДД другого уже района. Это, дорогие друзья, барабанная дробь, москвич. Короче, эта помойка типа запускается, нужен аккумулятор. Москвичи всегда стоили дешево, нахрен не нужны. Мне кажется, если хорошенько так стукнуть, то крыша провалится уже в салон. А ключи есть от нее вообще? Так, что тут ключи есть от стока? У меня от квартиры меньше. Раз, два, три, четыре. Пусть будет так. Завозим как-то, активизировался что ли? Разом четыре машины, прям четыре. Ну, пока Гриша ведет. Но количество машин еще ничего не говорит. Главное, чтобы каждая запустилась. Потому что были случаи, когда покупали там шесть машин, а завелось три. Спасибо. Слушай, Мишаня лопнет, походу. Мишаня порадует. А ну, спасибо. Давай-давай. Ну, еще поели. У нас как раз остался примерно полпешок, ровно на две машины. И два часа времени. Единственный минус, что температура моего тела хватит, наверное, только посмотреть одну тачку, и потом надо сразу ехать домой. Так уже больше стакана я проехал за свет. Короче, у нас просто нет с собой аккумулятора, поэтому эта помойка, это будет код в мешке. Запустится она на месте, не запустится. Времени осталось уже очень мало. Эту помойку мы запоминаем. Пойдем ко второй. Вот она вторая помоечка. Вы подумали вы. Нормальная машина, но нет. Она используется чисто как помойка, потому что вот кто-то пачку сигарет. Ай, тут две. Ладно, извиняюсь. Извините, я уберу ее потом. Она вся разноцветная. Крыша у него такая гулящая, на ней тоже кто-то танцевал. Про них я вообще молчу. Вот дырка, вот дырка. А эта накладка, я думаю, специально пороги показывает, что машина нормальная. За счет них и держится. Да, да, да. Поэтому мне нужна минута на переговоры. Так, ну что, четвертая машина Димана приехала. 4-4 пока. Но главное, чтобы каждая запустилась. По-моему, я нашел себе машину. Надо ее выкулить. Сейчас следующее. Есть вот такая вот пятерочка. Битая. Отдают за 25. Ну. Она, конечно, бита, но в целом, если вот с этой стороны смотреть, наверное, нормальная. Она 83-го года, типа считается. 83-го? Да, типа очень старая. Суперплесная, да? Суперплесная, качественная, да. Стандартно просто покупаем одну за другой, одну за другой. И стандартно проигрываем уже какой-то, наверное, раз шестой, там, я не знаю, пятый. Вообще пишите любой комментарий. И в следующем челленджу у нас будет очень интересный гость. И я возьму одного из вас к себе в команду. Ну, кто, кто шарит, типа. И вы покажете нам, как можно выиграть. Вот гость будет очень интересный, поэтому пишите комментарий. Давай с гостем его посадим. Не-не-не, пусть с нами будет кто-нибудь. Все же как бы умные. Ну, вот пусть нам помогут именно в реальной жизни. 35 тысяч рублей за два автомобиля. За ту помойку 10 тысяч рублей. Это 25 тысяч рублей. 35 тысяч рублей по рукам. Хорошие звуки. По рукам. Так, мы помчали. Саша остается за старшего и машина на эвакуаторах к нам отправится, да? Отправлю. Саша остается за старшего и машина на эвакуаторах к нам. А ноги в окнах, да? Да, всего хорошего. Советская тачка, 83-й год. Хотел восстановить ее? Ну, хотел, понакалу, но сейчас финал. Просто первая машина, жалко. Кстати, все истории с первыми тачками. Значит, это много историй, да, с первыми тачками. Короче, движемся к финалу. Мы оказались каким-то чудом на севере Москвы. И вот такой замечательный ведролет у нас есть. Казалось бы, да, но нет. Пойдем. Ты их вконтакте нашел? Тут же. У нас тут трак-бабах. 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 Произошел просто с машиной. Формально говорят, что фор запускается, но по пути сюда мы узнали, что еще бронепровода, короче, отсюда подс***ли. Даня, это вот человечек, который показывает машину своего кента, потому что кент далеко. Короче, выскочил, говорит, давай покажу вам машину, потому что мы сказали, что нам срочно. Я формально в машине уже. Вот смотри, вот нога, вот идет кузов, я уже в машине сижу. Ты в другую сторону посмотри. Так у нее колеса-то крутятся хоть? Крутятся. Сама приехала с Крокс. Крокс. Да. С Крокс сама приехала машинка. Формально мотор есть, нет аккумулятора, нет. А где, кстати, аккумулятор должен стоять? Вот здесь? Ультан, да. А что, мотор, коробка, там все осталось, все работает? Нет, она заводится, едет, я с Верхоном до сюда доехал. Сколько ремонта начитали? Ну, или сам начитал. Везде пора. По-разному, да? Ну, от и до, вилка какая? Первая, куда я писал? Шестьдесят. Шестьдесят? Да, у знакомых сто, не на сотку. Шестая тачка есть. Короче, осталось вот 25 тысяч и примерно где-то час сорок. Если купим, будет семь. Но мне кажется, у Гриши реально максимум восемь. У нас каждый раз одна и та же тактика, и каждый раз она прыгает. Ну, невозможно купить больше, чем восемь штук. Если больше восьми, то там у Тили уже конкретный. Ну, там, значит, какое-то... Ну, невозможно купить, реально невозможно. Я надеюсь, что своровали только бронепровода, поэтому верю на слово. Цена вопроса этого ведролета 10 тысяч рублей. Правильно понимаю? Так это я согласен с твоей ценой, получается. Ну, 10 тысяч рублей, и отключи до Кенчета, они где-то там... От квартиры уже, я такой, опа. Вот, все, отлично. Спасибо. 5 тысяч рублей и 5 тысяч рублей. Дай, иди сюда. Это тебе на погонах. Благодарю. По 5 рублей. Все, мы помчали 10 тысяч рублей. Машина за нами, а мы двигаемся дальше. Подъехала еще одна машина Зимы. Встречайте, вас 2108. Короткое крыло. Помните восьмерку, которую мы смотрели, одну из первых машин? Так вот, можете нас поздравить. Нам удалось торговать пятерочку и взять ее за 20к. Прямо, прямо, ружья, прямо. Гришина машина, оказывается, приехала. Так, ну, у Гриши еще одна машина приехала. Получается, уже 6-5. Но пацаны сказали, у Гриши еще две едет. Как-то очень многовато для 200 тысяч рублей. Я уже задолбался, если честно. Но еще один автомобиль за моими плечами, как сказал бы Леха Щербаков. Лада, седан, баклажан. Парни на ней ехали. Ну, я просто попросил, чтобы они подъехали. Поближе нашли мы ее также на барахолке. Где-то вот в ВКонтакте я написал. И вот какая-то машина есть. Смотрите, у нас здесь спортивная отвертка сразу. Просто, знаете, если отвертки не будет, окно будет открыто. Как бы аэродинамика уже не та. А ты на этой машине сколько ехал? Ну, 40, 150. Посмотрите на этих людей. Отважные ребята. Давай на всякий случай реально просто написал ВКонтакте. Ну, да. Ну, а потом все как-то на самой собой сложилось. И мы вроде угорели парней, просто чтобы они подъехали чуть поближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двадцать пять. Пять пятаков за пятерочку. Спасибо. Так, договор надо будет написать, да? Да, да. О, эвакуатор приехал на фонус. Остается 25к, одна тачка и полтора часа времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращаемся к нашему спортивному автомобилю. На инжекторную, ты говоришь. Ну, типа свапнутый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мотор есть. Сейчас чих-пых будет, заведется? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, лучше. Хорош, пойдет. Тем временем уже минус один. Так, тачка на эвакуаторе. Будем искать еще одну машину. Я пока поеду домой, отвезу мотик и пересяду в другую тачку. Но если не успеем, в любом случае шесть машин. Довольно неплохих. За 200 тысяч рублей считают неплохо. Ну, надеюсь, что сейчас что-нибудь найдем. Я нашел последнюю машину. Она вылезла прям только что, час назад. Двенашка, продают на разбор. Вроде как-то говорили, что никому не продаст, потому что ему уже все названивают. Надеюсь, купим машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это все Гришина. Гриша привез еще одну. Без меня сгрузили. И вот еще москвич. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как обычно в вазах у нас бывают, это щеточки, перчаточки. Есть предохранители. Кстати, Антоха хотел, говорил, что нам нужно преданно какую-то машину. У нас все с собой. Ключ на 10 должен быть еще обязательно. Все, все. У меня вопросов нет. Это он. Да, это он. Ключ на 10. Регулировка пассажирского сидения, так полагаю, это кайф называется, да? Должен. Понятно. Крайняя тачка. Поминали? Ща бы ты на мотике кайф развожился бы, да? Так я так подъезжал к дому. У меня дома так было. Там еще был спуск такой вниз, короче, по дворам. Я прям... Ну, я просто чудом, короче, чуть не разбился. Потому что когда подъезжал к дому, был минус один. Просто вот так вот все. Так все, а сколько нам продается? Двадцать пять тысяч. Ну все, не глядя, покупаем все. Да, надо глушить, завести ее. Ну да. А научать она на ком? Не на ком. Смета с учетом? Получается, 25 тысяч рублей отправляются к вам в карман. Спасибо. Считать не будешь или ты 25 на ощупь? Богатый человек. По весу, да, определил. Ну, ладно, ребят, спасибо вам. Счастливо. Спасибо, что подъехали поближе. Едем за последнюю, уже получается машина. У Марата сиденье с кайфом называется, да? Все хрустит. Подсветка салона, кстати, есть, обратите внимание. О, она включается? Да. Ух ты! Нихуя тебе как цари прямо. Берегу делаем. Мы разбегаем. О, да. Ну что, Лимон, нравится? Тачки живые. Я когда-то с этим мечтал о двенашке тоже. Вот это, наверное, единственный Жигули, который меня прям симпатизировал. Именно четырехдверная, двенашка. Вот это вот, типа, романтика 2009-го. Да нет, мы не в 2009-ом, а в 2009-ом году это было топ. Все, у меня не было хрустов. Надо их опаздывать, там Гриша уже, походу, на месте. Нормально. Едем. Такая подсветочка у нас солидная. Ковер сзади мощнявый. Вообще, Сетти, видел, какой ковер сзади? А еще машина Гриши приехала. Просто нереальное количество. Девять машин в бюджет 200 тысяч. Ну, как-то очень подозрительно, Григорий. Влево. Все. Так, ну, это наша. Не последняя, не крайняя машина. Куда же свет горит? Бизнес-класс! Берегите себя, не попадайте в ДТП. Здорово, пацаны! Марата, фото-рубил с ровным с радостью. Как у вас дела? Ну, пойдем покупать. Вот это? Да. А почему мне говорили, что будет ужасная, разобранная машина? Да, мы думали, что это будет самая худшая машина. Не-не-не, парни. Багажник не закрывается, да? Нет. А он мощный тоже такой. Шпаклевки можно узнать, на сколько лет машине. Вот так. Знаешь, как у дерева по колечкам, можно вот так вот узнать. Ну, конечно, да. Мощнота. Ну, ладно, пойдет, я не приверю даже. Так бы сразу, последние тачки у нас прям пошли по 25, по 25. Можно было бы 8 штук купить, по идее. Но, как обычно, сперва делаем дорогие покупки, потом жалеем. Но, тем не менее, 7 машин. Это, наверное, хороший результат. Сейчас запустится, я ее куплю. Медришко. Сколько стоит 25? Это коломенская, правильно? Я в любом случае вам респектую за то, что вы вошли в положение 25 рубасов. Держи. Пойдет. Ну, что вы? На крайнем машинах смотрим. На часах время 21.07. Практически в марку автомобиля, которую чаще всего нам попадали сегодня. Мы на базе. Ждем. Несмотря на то, что он купил больше, посмотрим, сколько еще заведется. И у них вот с этим у них проблемы. Сделай крупный. А, твоя помня, поесть? А, Шань, тебе еда. Надо только отметить. 10 тачек, как и Литвин в свое время. 10 тачек, это жалко. Я сейчас не понимаю, как ты их купил. Я бы сейчас 20 тысяч за машину в среднем. Ты искал, что хочешь посмотреть, как профессионалы это делают? Вот ты как машину покупал? Ну, искали на досках и приезжали, покупали. По какой причине у какого-то количества моих машин нет номеров? Ну, а со свалки? Нет. С утиле? Нет. И тачки под номера? Мы поехали в ГИБДД и забрали ведра, которые уже не котируются, на которых уже документы и все. Ну, ладно, что, давай тогда еще пару минут прерыв. Подготовка. Да, подготовка. И начинаем с меня, потом с тебя. А, это все твои машины? Это все мои, да. 7 штук, но все заводятся как часики. Так, все, это запускается. Есть, пойдем дальше. Так, Гриш, ну что, давай, короче. А что, уже все? Да. Ну, с меня начнем. Я клемму могу накидывать перед тем, как запустить? Да, да. Ну, давай. Ну, давай, все, первое. Все, хорошее правило, мне нравится, мне нравится, что можно накидывать клеммы. У нее, возможно, прямо сейчас только нет мотора. Я отойду, а то вдруг он только нет, прямо мне в глаз куда-нибудь. Слушай. Господи, что за жесть. А как? Слушай, ну это какой-то реально программа-утилизатор. Сейчас, пошел. Давай! Да было, считаем. Всем удачи. Это какая-то особенная у вас? Да, это особенная. А, прикурить же надо, прикурить надо. Все, минус. Одну мы прикуриваем. Сху**ли. Ну, мы же взяли, снимали там с других дачек. Тогда я тоже одну прикурю. Если вы заметили, на фоне стоят машины с поднятыми капотами. Дело в том, что у Гриши не хватило аккумуляторов, и он стал их снимать со своих машин, которые у него стоят на продаже. Ну, окей. Давай еще сидим. О, о! Так, это будущая тачка Мишани. Я просил Камри. Просто все. Работает. ДСО. А мне было очень интересно, что с этим автомобилем, потому что кто-то кричал, свечник, свечник. Главное, чтобы кратнуло. Работает. 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 Есть, конечно. Нормальные такие нюансики небольшие. Газку поддай. Газку, газку. У меня что, восемь рук, б***ь. Что за звуки? Ну, давай попробуем с прикуриванием. Давай, давай, Миша. Есть. Она работает. Все работает. Четвером запускают. Небольшое ДТП, но она всего лишь 83-го года. Состояние... Да ласточка вообще-то, посмотри. Вот это машина, мужчинский мужчина, короче. Она прям... Неужели мы все тачки завели? Еще одна. Двенашка же тоже без проблем, да, вроде бы? Да, она только троит. Вот так нормально. Прикуривать надо, мужики. Миша не сломал. Давай. Взбивай их, сон. Поехали. Седьмая. Сейчас настанет моя очередь, получается. У меня ножки-то уже дрожат. Волнуешься? Конечно. Семь из семи, это круто. Но это семь. Но это семь. Да. Ну, пойдем посмотрим. Добро пожаловать в мое царство. Я не вижу края. Гнили и разлагания. Я приступаю, получается? Давай, давай, да. Ох, держите меня семеро. Опа. Первая малышечка. А, сейчас, подожди, секунду, смотри. Ты сказал, что она должна заводиться с ключа, правильно? Ну, в идеале, да. Ключ. Машина с ключа должна запускаться. Запускается с ключа. А, я знаешь, что я сделаю? Я просто вот, я даже пытаться не буду, потому что у нас бензин оттуда не дошел, докуда надо. Поэтому... Минус один. Дры-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр... Не работает. О, вот эта должна вроде запуститься. У нас есть вот такая приблуда. Станислав, как девятку так же завести, как восьмерку. Ну давай в конце, да, давай дальше пойдем. Это темная лошадка. Это сейчас вместо нее 8, то есть если у тебя эти все заведутся, то это уже победил. А, у нас похожий автомобиль, еще у вас есть такой же. Мы хотели его купить за двадцатую. Вот она стол поцеловала буквально вот месяц назад в этом Крокусе, вот. На этой машине, между прочим, я сам сюда приехал. Вполне нормальный автомобиль. У меня тут есть вот такие посетители. Мы тоже купить хотели идем. Мы ее хотели взять? Да, это она стояла. За 32 тысячи в лоткаре она стояла. Да, ну эта точка порядка, кстати, не понравилась. Семерка похожа на мой баклажан. Девятка. Прошу заметить, не четырех. Есть. Ну что, лучше ничья, да? Мы пришли к самому дешевому нашему экспонату. Сколько стоит? 10 тысяч рублей. Где ты их находишь? Не понимаю. Это машина документа, только справка. Такая обманочка была. И Голланд получается. Или все? Ну, по сути, 8 уже. А у тебя сколько? 7. Голланд будешь заводить? Давай сейчас попробуем. Что, Мишан, тебе белая тачка нужна, да? Там ты видел какая-то есть? Там все договора есть. Она и там запускалась вообще без проблем. Ну, стартер только моросил и все. Ну, они запускают машину просто пятером. Не, она не работает. Да ладно. Ну, в любом случае, как бы, у вас 8 машин. Чё, поздражаю тебя. Можешь делать с этим дочками что хочешь? Ну, спасибо. Я не знаю, насколько это такой крутой приз. Хорошо, а у меня, знаешь, какой вопрос есть? Вот среди всех гонок, которые ты таких участвовал, ну, устраивал, вот это самые худшие машины, которые были или были хуже? Это самые лучшие. В любом случае, я хочу сказать спасибо за этот эксперимент, потому что... Ну, только ханом понравился. Слушай, ну, знаешь, когда у тебя рутина какая-то идет, такая взбучка неожиданно. В счете того, что я давно не погружался в эти рынки, ну, в рынки этих автомобилей, я вспомнил, каково это вонять бензином, идти домой, кайфовать. Торговаться за 1000 рублей там. Вот это вообще, мы столько обсудили уже раз, что машину за 7 лямов купить проще, чем машину за 20000 рублей. Ну, в жизни, я не знаю, как это через камеру передается, наверное, поэтому это и есть такой популярный формат, потому что это даже в жизни прикольно. Когда ты пытаешься... А самый главный, знаешь, еще вопрос, а ради чего? Ну, ради фан. Ради кайфа, да, все правильно. В общем, ребят, ссылочка на канал Гриши будет в описании. Заходите, подписывайтесь, думаю, в будущем еще с деньгами гонки. Обязательно поставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Дима Гордей, Гриша, до новых встреч.